Вот смотрите, название пьесы, которые мы будем работать в этом цикле. Их шесть. Первая называется «Одинокий ручей в лесу». Вторая пьеса называется «В степи». Вы услышите знакомую тобой во всем. Следующая пьеса называется «Шмель». Кто же играл издавну? Не знаю, как играть, но это не важно. Потом пьеса называется «Осень». Пьеса называется «Марионетки». В огромном количестве циклов есть такие пьесы с названием «В времена года». Вспоминаете «Осень», вспоминаете реликовые циклы неоднократные у Кричинина, у Марионетки и очень многих композиторов. Дальше следующая пьеса, которая «Деревенское гуляние», «Деревенское училище». Пьеса называется «В первую пьесу, чтобы услышали». А я буду какие-то напоминать, потому что наверняка это не звонилось, но это не часто не слышно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дилигантская свадьба Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это совершенно замечательный, на мой взгляд, цикл. Я надеюсь, он вам понравился, при том, что, я еще раз говорю, это повторено им самим, и вот практически, что называется, сегодня с утра в классе, потому что мы заняты, как вы понимаете, у нас через 10 дней конкурс, совершенно другой программ, и вообще всех другой день. Но у него много чего осталось, много чего сейчас ушло. Вот мне просто интересно тебя сказать. Вот ты сейчас играешь, что ты чувствуешь по отношению к этой музыке? Погромче, ты не слышишь? Она мне как-то стала более удобной. Удобней стала, да? Потому что я не занимался, да? Ее хочется сделать лучше, чем ты сейчас играл. У тебя было ощущение, что ты играешь ее неуклюже? Да. Есть? Чувствую, что ты можешь, если ты позанимаешься, тогда это лучше. Сто процентов, да? Потому что вот он у меня учится давно, он знает, о чем я говорю. Просто специально. Вот два человека, да, вы видите? Вот Егор, который у меня только второй год. И он, поверьте мне, он реально замечательный. Когда он играл то, что вы сейчас слышали, в таком сырмяжном варианте, он играл это по полной программе. Но вот навыка того еще, быстрого восприятия, у него еще нет, да? Потому что это трудно давалось, потому что очень многие вещи преодолевались вот прям по ходу каждой пьесы. То, чего не было, чего не умел. Там не умел так педаль, там не умел так левую руку, там не умел соединить, не мог перенести свободу на одну руку, не слушая в это время другу. Много-много-много, там был тяжелый путь. У Родиона была другая история совершенно с этой музыкой, он просто не понимал, чего с ним. Он как ребенок прочитал ноты, посмотрел знаки и сыграл вот как бы, да, вот первый слой. Это как реставратор, который чистит картину, которую замазали, чтобы продать, да? И с каждым слоем сыграет, он удивляется вообще, как можно было, как можно было, там же вот он, вот он. А дальше все удивляют. Вот так и мы с ним подходили к этой музыке. А Родька, он у меня давно, он у меня с малолетства, что называется. И вы видите, даже при том, что, в общем, я здесь отсутствую абсолютно в повторе, какие-то вещи чисто пианистические, он все равно уже, вот если схватил, то уж схватил, да? Вот это слышно. Другой вопрос, что мне это все равно не нравится, но это уже в моей команде, что называется. Значит, теперь, что я очень коротко, потому что у нас там уже следующий ребенок, наверное, уже там на старте стоит, но просто очень коротко. Сейчас кто захочет, потом контракт, я покажу эти, но чтобы вы понимали, что это. Но вы услышали, вот он начал вот это. Вот это готовит к массе других вещей. Правильно, еще тише, да? Сложно все. И сложно качать вот эту левую руку терцем. И сложно, чтобы было ощущение вот этого ручейка, который все время есть. Сложно играть элеватор, потому что это напьяно, потому что он играет тише. А потом появляется, как-то из-за левого рука. Самое трудное здесь было, переходы в педаль небесная. Сейчас он это сделал неуклюже, потому что я не контролирую его. Сделай мне вот сейчас, как я, если ты только слушаешь, что он хочет. И он не с ноги, а дальше мы с ноги. У него левая сохранилась хорошо, а дальше будет крылья. Вот такие вот маленькие вещи, которые ходили на него. И это все надо делать в движении, чтобы было ощущение спокойствия, чтобы было движение. У него практически сохранилось, если позаниматься, быстро восстановить левую руку. Потому что там вот эта неумолимая стаканка, вот и пьяно. Потом дальше мы с ним делали вот эту, вот эту, вот эту немножечко более живую телу этого ручейка. В тот момент это получше получалось. Сыграем его просто этот контраст. Потому что этого момента повторяется много. Его надо все время рассвечивать каким-то другим тоном, да, чтобы это не было про одну и тёжку. Сыграем вот этот вот, вот там мы закончили, мино, и сразу вот, наоборот. Давай, клоу. Постараем так, чтобы вот эту ручку давали с педалькой. Так, сейчас, и здесь. Сыграем. 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 И так, возил. Забыл. Нет, нет, нет. Мне нужно, чтобы... Вот так, возил в этом движении. Снял и пошел. Там нет дырки. Там есть, да, как дырки. Здесь, в этой музыке, огромное количество педальников есть. Родион, который уже, так сказать, пооснащил. Он, в каких-то приемах, абсолютно глух, ко всему красивому. Ну, если это только не касается чего-то такого. Да? Он мужик настоящий. Серьезно. Он реалистический вот такой мужичок настоящий. Я его за это обожаю. Потому что в нем это есть. А здесь надо было быть очень гибким. А это трудно, мальчик. Просто, просто трудно. Сделать концовку так, чтобы она ушла, настворилась. Это пьеса плавно переходит к пьесу в степи. И вот эта пьеса, скажи, как научилась? Боже мой, я думала, мы поубиваем друг друга. Вот это начало. Вы услышите, да? Вот он всегда мне не нравится. Потому что он не повторил. Это было очень трудно. И любому ребенку, которому вы дадите, вас будут ждать те же трудности, что и меня. Вот так, что написано. Вот там написано вот что-то похожее на то, что я это похожее. И здесь сразу. Вот первая проблема. Чтобы не сесть сюда. Это же не вот про это. Да? И это про другую. А здесь, как бы, да? Есть похожее. Безусловно. Ее всегда можно найти. Но если вы хотите слышать другого автора, вы всегда найдете, что вы слышите еще. Я ужасно не люблю, когда сразу начинаю говорить. Я сама часто слушаю, да, например. Вот приведу просто такой пример. И что? Называть и что? Я слушала симфонию Калиникова. Вот просто включила и готовила ужин. И вдруг я, знаете, честно, я замерла. Я что-то резала картошку, что-то не помню уже что. За спиной там играла. И вдруг я понимаю, что это гимн Советского Союза. Я все нафиг сгалила. Потому что я обалдела. От такого попиющего панията. Я вот просто, если вы возьмете первую симфонию Калиникова, и вы все столкнетесь с моим ощущением. Я даже не знала. Но я к своему стыду я не слышала. Я просто искала отъезда Калиникова, что у него есть кроме элегии, которую я слышать больше не могу. И все играют плохо, и все не про то. А у него есть еще очень хорошая армия. И не больно, я наткнулась. Я просто говорю, ну ладно, пусть и клят. Пока можно сделаю, хоть образуюсь. И вот я в какой-то момент, я вот так вот разглянулась к своему поигрывателю. Там все шварчит, все горит. Я еще раз потом послушала. Я думаю, вот ничего же себе. Ну давайте скажем, что Калиникова в плохом композиции. Ну давайте его не... Может, его потому сильно не изучают. Потому что потом явился гимн Советского Союза, и там есть атомы вообще-то. Вот. Поэтому вот есть какие-то вещи. Ну от этого Калиникова не стало. А тот, кому навеяло, ну хорошо бы взял у Калиникова. Не самый худший композиции. Очень красивый симфон. Потрясающе красивый. Где эта тема звучит совершенно изумительно, и совсем не как гимн, и очень красиво. Но она просто ритмически вот в ноль, понимаете? Невозможно не сказать, что это сонно, извините. Но кто чего услышит. Сколько времени прошло, никто ничего не услышит. Ну, значит, может я тоже ошибаюсь. Поэтому и здесь можно услышать осеннюю песню. Но поскольку это в степи. Всегда я говорю, он знает, я всегда говорю, смотрите область. Что такое в степи? Это пространство. Это огромное пространство. Там может налететь ветер, там может упасть солнце. Может зайти, может сесть. Зависит от тональности, зависит от того, о чём вы хотите мне рассказать про тюстей. Что-то там может происходить. И вот когда здесь так написано. Здесь есть чисто техническая сложность. Взять вот этот. У детей маленькие руки. Вот это очень плохо идёт. И у него сейчас не вышло. Сыграй мне вот этот такт просто. Иди сюда мне к милю. Потому что я делаю это так быстро. Слепродолженность. И дальше другое движение. И вот для меня вот этот нут, у него всегда наступает раньше времени. Потому что я не успеваю услышать вот это. А это другое движение. Потому что есть повторяющийся звук. И я не должна на нём зацепиться ухом. Потому что он не самый интересный для этого. Вот сделаем эту строчку. Это было самое трудное в этой фильме. Вообще из всего цикла. Это для него было самое трудное. Вот это пластическая милая. Потому что он никак не мог понять, что здесь рэ переводит руби. И здесь есть это нута рэ. Это не грязно. И это можно сохранить на одной ноге. Но для этого надо вести вот эту тему. Очень трудное движение. И другая краска. И всё другое. И в правой руке мелодия. А дальше надо ещё умудриться то же самое. Всё сделать затихая и замедляя. Вот это было трудное движение. Попробуй. Слышно? Стоп. Вот этот стоп. Непреодолимость. Это говорит Андрея, он знает. Потому что я ноты на его голове ошиблась. Потому что это очень трудно. Поэтому я очень надеюсь, что когда он ещё подрастёт, сейчас он сыграл лучший вариант, чем сейчас он играет. Позанимавшись, он находит своё какое-то время. Но идеально то, которое ему будет, он не находит. Поэтому это музыка для взрослых. Но это не значит, что они не должны её играть. Они должны уже ощущать этот вкус в сочинении, к которому они ещё могут вернуться. Где есть ещё что сделать. Это не может быть конечной. Вообще любая работа над любой приездом, над любым сочинением, когда она выучена, это только начало. Это начало жизни этого сочинения в ваших руках. И дальше вы с ним идёте, кажется. Если вы вспомните Сопровицкого, он играл одни и те же сочинения. Невероятное количество раз. Если вы вспомните воспоминания его первой сонати, грандиозной, которую он играл, он с ней жил. И чем талантливее человек, тем больше у него таких сочинений, с которыми он живёт. Он не хочет с ними оставаться. Он в них всегда находит что-то новое. Поэтому вы никогда не увидите две одинаковые записи. Это важный момент. И не надо этого бояться. Теперь сыграем эту тему. Что мы с ней делали? Расскажу. Все узнали. Чему я здесь учила? Что мы услышали? Я учила с ней говорить слова, петь какую-то песню. «Потому что вот эта мартиллятная рисунка». Они не втыхали. И потом. Другой куплет. У него сейчас это не вышло. Но когда он играл, если опять же послушайте запись, он это делал. Трудно ли это? Трудно. И не надоело. Трудно ли это? То ли это будет? Но для меня была другая задача. Я в этой музыке видела совершенно много. И мне важно было, чтобы он сыграл именно эту куплетность, чтобы там было «Лю-ли-лю-ли стоял, поликудривая стоял», чтобы это был момент этой хоровой песни, чтобы был момент этого произношения, чтобы сквозь это мартелято он слышал этот рисунок. И когда сверху появляется другой куплет, чтобы это было «Некому березу заломать и некому кудряву заломать», «Лю-ли-лю-ли-лю-ли». Должно меняться что-то в отношении внутри мартеля. Вот написано мартеля. Вы увидите, здесь ничего нет. Здесь стоит пьяный и все. Это то, о чем я говорю, как надо смотреть внутрь. Я это говорю детям, вам, педагогам. Я им говорю, вы видите, вот увидели и дальше не вникаете. Моя задача научить вас видеть за этими знаками больше. Может быть, он по-другому это споет, но я должна это услышать. А для этого должна пойти другая нога, а для этого должен пойти другой верхний голос, а для этого я должна еще услышать. Это не в лоб обратно, что это в опале березка стоит. Все и так догадались. А именно эффект красота в том, что вот она возникает. Обрывается. Здесь очень сложная левая рука. Потому что из-за левой руки имеется вот это движение. В небесе. И дальше, когда мы заканчиваем. И дальше вот это продолжаем. Сначала еще сохраняется. И дальше это все желтко. Вот эта задача. Одна из самых трудных, самых великолепных. Дальше шмель. Значит, мы играли все. И как шмель накрытой банкой? Все у нас было. И как шмель, который вылетел в окно и больше не вернулся? Все у нас было. Что мне было нужно? Мне важно было. Медленно показывали. Вот это вертикальное совпадение. Чтобы были вот эти вот переходы, да? От левой в разных таблицах. Чтобы была левая, правая, левая, правая. Чтобы мы не играли. Как сумасшедший. Поэтому мы играли сначала не очень. Потом я вам показывала прием, как делается, например, вот такой фокус. А я их не играю. Я их не кладу на педаль. Я просто прижимаю весом. И выхожу из веса дальше. Это приемы, которые дети не знают, но они позволяют не устать. Поэтому ему удалось и убегал подвижный. Сейчас это, конечно, трудно. И самое было бы... А без педали. То есть с педали на чек уходили. То есть самое трудное было, не правое. А вот это исчезающая левая рука с исчезающей... О, сейчас не очень хорошо получилось. Знаешь почему? Эхо мы делали более точный рисунок 16. Вначале с педали более разрывно и качающе. А дальше мы более точный, по первому пальцу. Дальше. Переход через левую руку. Все за ним будет. Вместо слабое положено. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.